Всем привет, с вами Полти. Добро пожаловать на канал, если вы любите фишки iPhone, а именно кастомизация внешнего вида системы, то это видео вам понравится. Обратите внимание на док. Как вы видите, он пропал, то есть там просто находятся иконки, а самой полоски дока, как это есть в iOS, его просто нет. Если вам нравится кастомизация, нравится улучшение для вашей iOS, вы можете сделать точно так же, и в этом видео я расскажу инструкцию. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, это важно, и огромное за это спасибо. Также подписывайтесь на канал, и обои из видео есть в Телеграме, ссылка на который в описании. Вернемся к кастомизации iPhone и попробуем убрать док-панель с устройства. Первое, что вам нужно, это убедиться, что iPhone для этого подходит. Подходит любое устройство на iOS 16, но версия системы должна быть ниже, чем 16.2. То есть на 16.2 уже не сработает, потому что в обновлении Apple пофиксила эту уязвимость. А 16.1.1, 16.1, обычное 16 должно получиться и должно сработать, потому что там эта уязвимость остается. Поэтому проверьте версию вашего устройства и не пробуйте, даже если у вас 16.2, на ней точно не работает. Если ниже, то вы в деле можете пробовать. Например, в кадре iPhone 13 Pro Max. Это мое прошлое устройство, сразу отвечу любителям писать в комментах, зачем тебе приложение Flo, это не мой iPhone. И на нем стоит 16.1.1. То есть на этой версии все должно получиться и давайте это попробуем сделать. Первое, что нужно, это скачать приложение, через которое мы сделаем эту фишку. Программы нет в App Store, то есть она от сторонних разработчиков, поэтому в описании к видео я ставлю сайт, на который вы можете перейти. Обязательно откроете его в Safari, то есть не в Chrome, не в каком-то другом браузере. И вам нужно найти приложение под названием Dirty Cow App. Переводится название, конечно, шикарно. Так вот здесь вы просто нажимаете на кнопку Get, подтверждаете следующие два пункта и у вас начнется загрузка приложения на ваше устройство. После того, как приложение скачается, вы увидите иконку на рабочем столе. Нужно перейти в настройки, основные, там внизу есть управление устройством и доверять вот этому профилю. То есть просто нажмите доверять и все. Так как приложение стороннее, его нет в App Store, его нужно как бы прописать на вашем устройстве. Это нужно просто для того, чтобы оно запустилось. После этого вы можете заходить в приложение и здесь вы сразу должны увидеть несколько опций. Отмечу сразу, это приложение от сторонних разработчиков, то есть его нет в App Store, возможно, до конца не оптимизировано, возможно, оно просто вылетит в первый раз. Просто пробуйте еще раз и еще раз запустить. Если что-то не получается, просто попробуйте переустановить программу, точно так же доверить профилю и снова попробовать запустить приложение. В конечном итоге вы должны увидеть вот этот экран, то есть это главная страница приложения и по сути это все, что есть в самой программе. Здесь у вас есть несколько опций. Первая называется Silent Keyboard, то есть вы можете сделать клавиатуру беззвучной. Вы можете спрятать док, вы сможете спрятать фон на иконках, вы сможете спрятать хомбар, это этот ползунок внизу, который ведет на экран домой, то есть его можно полностью убрать. И также вы сможете изменить текст, если у вас надпись No SIM, то есть нет вставленной сим-карты. Теперь будет немного забавно. Как я сказал, приложение не идеальное, то есть оно может работать не так, как мы привыкли работать приложение на iPhone. Дело в том, что программа не оптимизирована до конца, ее делали сторонние разработчики, я думаю, что делали на скорую руку. Но программа работает, и чтобы она работала, ее нужно немножко заспамить. То есть видите, у нас тут есть две опции, это Hide Dog и Hide Folder Background, то есть это то, что нам нужно, спрятать док и спрятать папки, чтобы их не было видно. Так вот, нужно их заспамить, вы просто быстро нажимаете пальцем туда и туда по несколько раз, то есть вот таким вот образом делаете это до тех пор, пока не увидите, что приложение начинает фризить. То есть оно буквально зависает на какую-то секунду, а вы тапаете и снова видите, что тап проходит. То есть когда вы такое видите, фриз внутри программы, внизу есть кропка Respring, то есть вы просто сразу на нее нажимаете. Когда сделаете Respring, это такая перезагрузка вашего экрана домой, вы разблокируете устройство и должны увидеть, что док пропал. И точно так же пропали папки, то есть там просто пустое место, но вы понимаете, что там висят иконки, так что там есть папка. То есть таким образом вы убрали и док, убрали и фон в папках. Если этого не произошло с первого раза, нужно просто вернуться в приложение, снова заспамить вот эти две кнопки HideDoc и HideFolderBackground и снова почувствовать вот эти фризы и нажать на Respring. То есть с какой-то попытки все должно получиться и должно сработать. Способ, конечно, не идеальный, но тем не менее вы можете видеть, что он работает. То есть у меня спрятался док, там просто висят иконки и также иконки висят в папках. То есть самих папок не видно, есть просто иконки, которые находятся на рабочем столе. То есть это такой простой способ кастомизации, который меняет в какой-то степени внешний вид вашего iPhone. Стоит попробовать, если стандартный дизайн вам надоел, это действительно что-то новое. Чтобы всю эту историю вернуть обратно и снова появился док, появились папки и там HomeBar, если вы захотели его убрать, исправить это очень просто. Просто перезагрузите ваш iPhone, зажмите кнопку громкости вверх и кнопку блокировки, просто выключите устройство и через 5 секунд после выключения включите свой iPhone. И все, все вернется к тому, что было, появится док, появятся папки, появится HomeBar, если вы его убрали и все заработает как нужно. Еще раз хочу напомнить, работает на устройствах с iOS 16 ниже 16.2. На 16.2 не работает, можете даже не пробовать, точно не получится. 16.1.1, 16.1 можете пробовать. И помните, самое главное, заспамьте вот эти кнопки, которые хотите использовать внутри приложения, почувствуйте фрезы и перезагрузитесь. И все должно получиться. На этом все, ребята, вот такая вот простая, по сути, инструкция. Пишите в комментариях, как вам этот вариант оформления iPhone. Согласитесь, это что-то новое и действительно интересно смотрится. На этом все, буду рад, если поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok